Светлана Елизарева уже более 10 лет кормит губкинских ребятишек. Сначала работала поваром в детском саду. Не так давно перешла в школьную столовую. За все время работы отточила свое мастерство, что называется, до мелочей. Повар говорит, в кулинарии, как и в любой профессии, нет предела совершенству. Продуктов сегодня много, а их сочетаний еще больше. Стараюсь приготовить, чтобы было все вкусно. А что вы готовите? Я готовлю зразы с оленины, с сыром, с зеленью, биштекс с оленины, с яйцом и биштекс рубленый. У нас ввели сейчас же в школу оленину, да. У нас и котлета мясо картофельное с оленины. Дети как бы кушают. Приготовить несколько блюд из северных продуктов – один из этапов конкурса профмастерства. Всего их семь. В этом году условия состязания несколько изменились. Участников поваров образовательных учреждений разделили на две команды – в одной представители школ, в другой детских садов. Эти конкурсы мы проводили отдельно. То есть мы выявляли лучшего повара индивидуально. Но в этом году мы решили объединить усилия школьных поваров и дошкольных поваров. И нам думается, что получится интересный результат. И, возможно, какой-то опыт, который получат педагоги, он поможет нам для улучшения качества питания в наших образовательных организациях. А каким должно быть питание ребенка? Конечно, вкусным, полезным, сбалансированным, обеспечивающим все потребности растущего организма. А еще важно, чтобы блюдо привлекательно выглядело, вызывало аппетит. Ведь качественно накормить детей – значит дать им силы для учебы и игр, физического и умственного развития. В перерывах между конкурсными этапами гостей приветствовали воспитанники детского сада «Радость». Одержать победу в конкурсе сложно. Как отмечают члены жюри, все конкурсанты достойно прошли испытания. Заключительным этапом конкурса стала дегустация. Тарелки с красиво оформленными блюдами выставили на столы. Выпечка, котлеты, бифштексы, рыба. От гастрономических изысков глаза разбегаются. И это все труд поваров, школ и детских садов. Жюри приступают к дегустации, оценивая и вкус, и оформление. Конечно, сделать выбор в определении самых лучших блюд и их создателей было сложно. Жюри отметило старание каждого, оценив и качество, и индивидуальный подход. По итогам конкурса победила команда школ «Поварешка». Победители наградили грамотами и подарками от спонсоров. Елена Канина, Денис Гимб, Новости Губкинского.